Экологическая ситуация под контролем. В «Газпромнефть» и «Ноябрьснефтегазе» уделяется большое внимание экологии на производстве. В частности, в районе месторождений проводится постоянный мониторинг, а также специалисты следят за состоянием рек, рядом с которыми находятся трубопроводы. Ксения Епишева с пограничного месторождения. К месту, где необходимо снять пробы, мы ехали около часа. Это месторождение пограничное. Здесь под мостом течет речушка «Ай-Ай-Кайган». Пробы снимают при помощи вот такого приспособления. Называется оно «Пробоотборник». На него накручивается обычная стеклянная бутылка. Поплотнее. Теперь вся эта конструкция аккуратно опускается в воду. Несколько секунд и проба взята. Для анализа необходимо взять сразу несколько проб. Дальше отобранный материал отправляется в лабораторию. Тут происходит окрашивание. Вот такого цвета. Дальше я это нейтрализую. Раствором азотной кислоты. Проба приобрела вот такой цвет. И дальше я провожу анализ. Все, я дитрую. Вот все. Цвет поменялся. Реагенты окрашивают воду в разные цвета. Сначала она становится голубой, потом желтой, ну и на финальном этапе исследования насыщена сиреневой. А это, говорят эксперты, свидетельствуют о том, что содержание хлорид-ионов или попросту солей в ней не превышает допустимую норму. Очень маленькое содержание. Я делаю расчет. Пошло очень мало на тетрование. И очень маленькое содержание хлорид-ионов. Это говорит, что у нас речки чистые. Вообще в «Газпромнефть» в «Ноябрьскнефтегазе» уделяют огромное внимание экологии на производстве. Пробы воды отбираются каждый месяц по нескольку раз. Кроме того, эксперты следят за чистотой воздуха на месторождениях. Мы проверяем не только воду. Ведется мониторинг в соответствии с законом об охране окружающей среды. В соответствии с постановлением правительства о мониторинге окружающей среды. Проводятся отборы проб на поверхностных вод, подземных вод, атмосферного воздуха, почв, снежного покрова. По оценке экспертов, допустимое содержание химических элементов, к примеру, в воде на месторождениях «Ноябрьскнефтегаза» нормы не превышает. А еще в этом году компания планирует утилизировать свыше 90% попутного газа, что тоже благоприятно скажется на экологической обстановке. Ксения Епишева, Александр Иванов. Новости нашего города. Пограничное месторождение.